Зачем усложнять то, что можно сделать намного-намного проще? Я тоже не понимаю. Погнали. Небольшое предисловие для кого этот кудрявый метод, вообще кому он подойдет. Если вы думаете, что ваши волосы прямые, даже на вас может это сработать. Главное, мне кажется, черта, которая выдаст, насколько вообще волосы ваши способны быть кудрявыми, это пушистость ваших волос. Если они пушатся от влажности, если они даже капельку волнисты, я думаю, вам 100% стоит попробовать. Тем, у кого волосы прямо супер прямые, вообще не пушатся, даже капельку, даже капельку не волнистые, скорее всего, на вас это, конечно, не сработает, но для всех остальных welcome. Я решила, что хватит уже откладывать это видео, хватит ждать идеальных каких-то обстоятельств, возможностей снимать в какой-то идеальной ванной. Давайте уже сделаем это в том, что мы имеем, вот в этой агли ванной, потому что, если честно, уже просто надоело, уже хочется просто это сделать. И whatever. Итак, в этом видео я вам покажу такой кудрявый метод на минималках, то есть это не будет какой-то правильный кудрявый метод, это не будет какой-то кудрявый метод с классными средствами для волос. Все очень бюджетно, доступно, максимально просто. Меня все спрашивают и спрашивают, как ты это делаешь, расскажи, расскажи. На моем телеграм-канале мои знакомые также спрашивают, вот. Так что я решила, все, давайте уже заснимем видео на YouTube. Пусть будет кому-то, возможно, будет полезным. Для моего такого непрофессионального кудрявого метода вы можете взять любой шампунь и любой бальзам для волос. У меня вот такие, дурацкие. Я уверена, что ни один профессионал вам такого не посоветует, потому что там какие-нибудь силиконы и так далее. Но главное, что все работает, все нормально, выглядит все супер, так что whatever. Для начала перед митьем волос расчесываем. И на самом деле получается, что это единственный раз, когда я расчесываю волосы, это перед митьем головы, потому что потом я их укладываю, укладываю эти кудряшечки, и кудряшки мне расчесываем. Если честно, не знаю, как я это буду снимать вообще, но попробуем, постараемся. Для начала моем голову. Делайте это, как вы привыкли, это не важно. Я раньше мыла голову запрокинутой вниз головой. В какой-то момент я поняла, что лучше делать это в вертикальном положении, но в принципе это не критично, если вы помоете запрокинутой вниз головой. Я мыла голову шампунем только один раз, если вы приметли по-другому, делайте, как вы привыкли. Но следующие шаги таковы. Я делю волосы пополам, выжимаю из них воду и наношу на них бальзам. Вот столько я беру бальзама, потому что у меня густые волосы. Я люблю, когда бальзам много. Я думаю, все знают, как пользоваться бальзамом. Окей, обычно на этом этапе я завязываю волосы резинкой, но сейчас я забыла себе резинку. Я их как-нибудь просто закручу без резинки. В общем, нужно подержать бальзам на волосах какое-то время. Я обычно использую это время ожидания для того, чтобы помыться, помыть все тело. Оп. Ну, вроде бы держится пока что. Пока действует бальзам на моих волосах, я мою свое тело. Так что пока-пока, увидимся. Как раз за это время бальзам успевает достаточно побыть на волосах, потом я его смываю. И вот тут я уже вам советую смывать бальзам в вертикальном положении, не заприкидывать голову вниз. Сначала лучше попробуйте сделать так, как я показываю, потом вы уже поймете смысл и сможете видоизменять это как-то под себя. Кстати, при съемке мне было неудобно это показать, но когда вы смываете бальзам, старайтесь сделать это так, чтобы он не стекал по вашему телу. Либо потом, если даже стекает, то смойте это все еще раз. Я слышала, что это может спровоцировать акне на теле, потому что, я так понимаю, что бальзам покрывает вашу кожу пленочкой и все закупоривает. И это может вызвать акне. И так, потом я пальцами расчесываю волосы, чтобы плюс-минус разделить их на такие пряди, и начинаю выжимать из них воду. Вот такими жмякающими движениями снизу вверх, как я показываю на видео. Вообще, вот это движение, это основа кудрявого метода. Вы можете больше по факту ничего не использовать, если вы окажетесь в каком-то путешествии или где-то еще, где у вас нет с собой ни бальзама, никаких ваших средств, ни фена с диффузором. Но вы все равно сможете придать форму своим волосам вот этим движениям. А все остальные средства лишь помогают наилучшим образом эти кудри зафиксировать. Продолжаем это делать так долго, как вода из волос выжимается, затем берем полотенце. Вообще рекомендую брать полотенце из микрофибры, потому что оно меньше травмирует волосы, но это не критично, если вы используете обычное полотенце. Точно такими же движениями снизу вверх еще раз промокнуть лишнюю воду. Если вы захотите завязать полотенце на голове, сделайте это таким образом, чтобы кудряшки собрались в аккуратную вермошку, чтобы они не испортили. Я сейчас, наверное, минут 10 походила с этим полотенцем на голове, но это не обязательно, в принципе, можно обойтись. И без этого можно просто вот так тик-тик-тик пожмякать полотенцем и приступать к следующему шагу. Следующий шаг — это стайлинговые средства. Они могут быть вообще любыми, какие вам нравятся. Я тут, опять же, не советчик. Я вот использую сначала вот это масло. Могу вообще только это масло использовать. Это понтин. Вот такое вот масло понтин. Либо еще вместе с этой вот фрукти с какой-то штучкой непонятной. В общем, видите, я сама не понимаю, что я делаю, но это работает, поэтому я продолжаю. Растираю масло вот так на ладонях и начинаю снова вот этими движениями, жмякающими, аккуратными наносить масло на волосы. Опять повторюсь, что это не обязательно, если у вас нет никаких стайлинговых средств. Можно и без этого обойти. Стайлинговые средства, они только помогают лучше еще зафиксировать эти кудряшки, но в целом и без этого они могут спокойно высохнуть как минимум волнистыми. Теперь беру немножко вот этой вот гадости. Мне вообще не очень нравится это средство, но вроде ничего. Я вообще не уверена, если этот фрукти подходит для такой укладки, но я его аккуратненько наношу, стараюсь не переборщить. И мне кажется, что еще лучше получается, если я еще и фрукти добавляю. Потому что он по текстуре как такой липучий крем какой-то. Так что мне кажется, эта липучесть, она еще больше как-то пофиксирует кудряшки наши. А вообще, если вы знаете какие-то хорошие стайлинговые средства для кудрябых волос, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я на самом деле большую часть времени прямо вот так вот оставляю их сушиться самим. И они спокойно высыхают кудрябым. Если у вас нет времени ждать, нужно высушить волосы пеном, тогда используйте насадку с диффузором. Для тех, кто не знает, вот так вот выглядит насадка-диффузор для сушки пудрявых волос. Знаете, я как-то сушила вот так вот, и в итоге у меня вот тут вот был залом, потому что видите, под каким углом это происходит. Поэтому я поняла, что чтобы высушить диффузором нормально, без всяких там странных заломов, нужно это делать вот так, чтобы здесь вот не заламывалось, а вот так вот включаем. И видите, чтобы лишний раз волосы не пушить, не распушивать, не портить кудряшки, я выключаю каждый раз фен, когда мне нужно зачерпнуть волосы, либо опустить, чтобы воздух всё это не вздымал. Всё, в целом длина у меня практически сухая, ещё такая немножко влажная, но мне не хочется прямо полностью досушивать. У меня ещё есть время дома посидеть. Два часа сегодня, поэтому за это время они уже сами у корней, и на самых-самых кончиках её сушится. Главное, что, в общем-то, результат он такой и будет. Вот, и я вам его показала. Иду на балкон, чтобы показать вам в таком максимально дневном свете. Вот, видите, ещё тут влажнее, но вот такой вот результат. По-моему, очень мимо. Продолжение следует...